Сотрудники музея распаковывают работы, которые в течение месяца будут выставлены в Красноярске, пока эти экспонаты не показывают никому, кроме искусствоведов и оценщиков. Они проверяют их состояние. До Сибири добралась передвижная экспозиция «Окна в Россию. Шедевры семи поколений». В своей коллекции произведений мастеров-шестидесятников, представителей революционной живописи, советского классического реализма и импрессионизма в наш город привезли Третьяковская галерея и один из самых больших частных музеев страны — Институт русского реалистического искусства. Многие из этих картин почти никогда не покидают постоянной экспозиции, и для наших ценителей искусства это редкий шанс насладиться шедеврами, не выезжая в столицу. Конечно же, графика Александра Дейнеки, которую мы буквально от сердца оторвали, чтобы включить в этот проект, обычно она висит в постоянной экспозиции. Это работа восстановления Рассельмаша, ранняя работа Дейнеки, подготовительный эскиз к его известному большому панно. Вот она тоже в составе выставки будет присутствовать. Ну и плюс к этому такие произведения, как Пименов, Лабас, прекрасные работы. Естественно, без этого невозможно, и всё это покажем. Всех ведущих мастеров XX века мы включили в состав, и можно будет проследить и за их творчеством, и за историей страны на протяжении 100 лет. Все картины объединяет метафоричное изображение окон. Организаторы обыгрывают эту тему и в интерьерах. Для того, чтобы разместить экспозицию, пришлось буквально перестраивать залы Красноярского художественного музея имени Сурикова. Галерея превратилась в лабиринт из импровизированных окон. В каждом городе России, где уже побывала коллекция шедевров, была создана своя уникальная атмосфера. Мы отталкивались от самого пространства, которое было заложено в том или ином здании. Но мы старались обыграть каждый раз и рассказать именно историю окон. И здесь вы тоже видите такие интересные выемки. Это окна, по большому счету, которые открывают нам пространство, открывают воздух, свет. То есть несут в себе символическое значение. Все картины после осмотра снова тщательно упаковали, чтобы защитить от пыли и влажности. Шедевры достанут только после того, как очистят и проверят залы после ремонта. В этих ящиках специальный микроклимат с температурой 21 градус по Цельсию. Именно такие условия считаются наиболее комфортными для хранения картин. Произведения должны отстояться в ящиках минимум сутки. И только потом они вывешиваются на стены. Причем температура в зале также должна поддерживаться на уровне 21 градуса. Это строгое требование всех серьезных галерей. Выставка откроется на следующей неделе. Она будет работать с 8 ноября по 10 декабря. Посетителей также ждут мастер-классы и лекции от сотрудников Третьяковки и Института русского реалистического искусства. Вход бесплатный. Евгения Шелковникова, Александра Ермошенко. Новости.